Воскресенье, 31 марта 2024 года, 18.00, традиционно в это время, я говорю Дмитрию Гордону. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый Василий, добрый вечер, уважаемые наши зрители, которые предпочли общение с нами, такой прекрасной погоде, которая за окнами, просто волшебство. 22 градуса. Потрясающе. И даже если, друзья, вы на улице где-то, пожалуйста, все равно на телефоне или на планшете включили и фоном продолжайте смотреть. Я не помню, вы знаете, за все свои 39 лет, что я живу на свете, не помню, чтобы 31 марта была температура 22 градуса плюс. Честно, я не помню такого. Может быть, это температурный рекорд, кстати, друзья, кто... Друзья, напишите нам, да, в комментариях напишите. Я думаю, что каждый наш зритель обратил внимание, что наш стрим сегодня, что у вас на канале, у себя я тоже взял эту цитату, что сегодня Гордон обещает сенсацию. Дмитрий Ильич, обещаете? Да, я когда обещаю, я всегда держу слово. Вот передо мной два листа. Я буду читать с этих листов, чтобы не переврать ни одно слово. Я буду читать где-то... Ну, давайте немножко поговорим. Сейчас 18.02, но давайте в 19, в районе 19 плюс-минус я озвучу сенсацию, настоящую сенсацию. Я ее озвучу сегодня. Договорились. Спасибо большое. Традиционно, на початку я подякую Силам обороны Украины, за то, что у нас есть возможность работать такие премии эфиры. Я щиро дякую каждому. Ну, а в комментариях уже наши постоянные зрители, самые лучшие зрители пишут, где они проживают, постоянно или временно. Это и интересно, и важно. Также, пожалуйста, не забывайте, что код на экране не просто так. Дмитрий Гордон собирает на дроны для украинцев Украины. Вы знаете об этой инициативе. Дмитрий подробнее расскажет еще позже. Но уже сейчас вы можете донатить. Размер доната не имеет значения. Телеграм-канал Дмитрия Гордона ожидает вашей подписки, если вы еще ошибочно этого не сделали. Ну и, конечно, подпишитесь на все YouTube-каналы. В описании есть ссылка. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Мы готовы начинать, но также попрошу вас быть максимально внимательными, поскольку на половине территории Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Друзья, о том, почему участились не только сами воздушные тревоги, но и про массированные ракетные обстрелы, мы сегодня тоже обязательно поговорим. Ну и начать я хочу тоже с того, что наш предыдущий эфир в прошлое воскресенье суммарно посмотрели более чем миллион раз. Дмитрий может скажет даже миллион сколько-то сот тысяч. В YouTube его посмотрели, вот чисто эфир, миллион сто шестьдесят тысяч человек. Прошлый наш стрим с вами, Василий Владимирович. Но эта цифра стоит особняком, а фрагменты, а в Инстаграме, а в ТикТоке, а в Телеграме, а на сайте, а в Фейсбуке, а в Твиттере, там больше шести миллионов просмотров. Только там. То есть всего более семи миллионов просмотров нашего прошлонедельного стрима. Мы благодарны каждому зрителю, каждому на всех платформах. Спасибо большое за доверие. Это невероятный результат. Будем и дальше не понижать планку и качественно радовать вас каждое воскресенье. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех наших зрителей, всех, кто стали подписчиками моих YouTube каналов. В гостях у Гордона и Дмитрия Гордона за истекший месяц, за март, на моих YouTube каналах зарегистрирован небывалый взлет подписки. Ну, просмотров, само собой, но и подписки. За месяц на два моих YouTube канала подписалось 231 тысяча зрителей. 231 тысяча за месяц. Я благодарю всех, кто оказал мне такое высокое доверие. Мы неуклонно приближаемся к цифре 7 миллионов подписчиков на двух YouTube каналах. На гостях у Гордона мы близки к 4 миллионам. На Дмитрия Гордона канале мы близки к 3 миллионам. Ну, спасибо большое. Я постараюсь оправдать ваше высокое доверие. Спасибо большое. Друзья, давайте начинать. Сегодня повестка такая разная, событий много. И напоминаю о сенсации, которую обещал Дмитрий Гордон где-то через час приблизительно. Это не значит, что нужно вернуться через час. Оставайтесь все это время с нами. Есть что обсудить. Начнем мы с того, что происходило сегодня в течение дня. В Харькове сегодня снова днем раздавались взрывы. Россияне нанесли удары по городу. Многострадальный Харьков. Слова поддержки в этот замечательный, любимый город, который ему... Ну, просто он великолепный, безусловно. Чуть ранее главком вооруженных сил Украины Сырский предостерег Россию от наступления на Харьков, предупредив, что это будет иметь для россиян роковые последствия. Харьков станет для них роковым городом, сказал Сырский. Да, все слова поддержки, конечно, этому замечательному городу. Ну, Дмитрий, ну, чуть ли не каждый день, наверное, каждый день подвергается обстрелам Харьков. Больно, больно за харьковчан. Что будет с Харьковом? Вы знаете, я глубоко убежден, что Путин избрал для себя тактику. Вот раньше, знаете, говорили про украинцев. Не съем то по надкусию, да, вот пытались приколоть так. Вот Путин избрал для себя эту тактику. Съесть Украину он не может. Я подчеркиваю, съесть Украину он не может. Он не смог и не сможет. Для тех, кто нас смотрит в России, и кто еще испытывает какие-то надежды на Путина, и кто еще верит этому старому выжившему из ума идиоту, я хочу сказать. Путин говорит, что война, которую у вас в России называют СВО, специальная военная операция, это война. Она длится уже больше двух лет. Если вы такая сильная держава, если вы такие крутые русские, почему вы не победили до сих пор? Вам Путин рассказывает, что потому что НАТО сражается на стороне Украины. НАТО еще не пришло с вами сражаться. Если НАТО придет с вами сражаться, вас не будет за несколько дней. Надеюсь, ни у кого нет сомнений? Вы хоть понимаете, что такое НАТО? С их подводными лодками и авианосцами. С их мощью, с их дальнобойными ракетами. С количеством их вооружений. И с выучкой их солдат и офицеров. Был такой анекдот, когда-то он пошлый, но я его расскажу. В общежитии парень говорит своим двум друзьям по комнате, соседям по комнате. Вы, пожалуйста, сегодня погуляйте где-то, ко мне придет девушка. Ну, хорошо, они ушли на вечер, возвращаются поздно вечером уже. Смотрят вся стенка в продукте его жизнедеятельности. Говорят, ну ты сколько раз? Он говорит, я восемь, а она? А она не пришла. Так вот, НАТО еще не пришло с вами, идиоты, сражаться. А вы больше двух лет здесь находитесь, вы завязли. У вас ничего не получается, вы криворукие и тупые. Ну, вот он выбрал тактику. Да, я не могу продвинуться в глубь украинской территории. Так я буду разрушать Украину. Что у меня ближе всего? Харьков. Ну, буду разрушать Харьков. Методично расстреливать Харьков. Буду расстреливать Херсон. Методично. Он это и делает. Он разрушает жилые дома, школы, родильные дома. Конечно, он бьет по энергетической инфраструктуре. Не только по Харьковской или Херсонской областям. Он бьет по всей Украине, по Львовской и так далее. Не бьет только, знаете где? Не бьет по Закарпатью. И у меня есть объяснение. Сейчас на меня кто-то накинется, но мне пофиг, кто на меня накинется, а кто нет. У меня есть моя точка зрения, я всегда ее обнародую. Я считаю, что между Орбаном, этим мешком с говном, врагом Украины и Путиным, заключен договор негласный о том, что Путин ему сказал, ну мы Украину возьмем, тебе Закарпатье оставим. Венгрия же претендует, как бы кто ни говорил, на Закарпатье. И не случайно, в течение долгих лет украинской независимости, венгерское правительство раздавало в Закарпатье венгерские паспорта. И никто не знает, сколько венгров, граждан Украины являются одновременно гражданами Венгрии. Так вот, я уверен, что Орбан поддерживает Путина не только за преференции личные, а они, я уверен, есть. Но и за то, что он надеется втайне, что Путин разгромит Украину, а Закарпатье отойдет в Венгрии. Поэтому обратите внимание, в Закарпатье, ну вообще войны нет. Ну нет. Слава Богу, это Украина, слава Богу. Но я констатирую просто факт, что если сравнить по обстрелам Хмельницкую область, особенно район Староконстантинова, понятно почему. Или, условно говоря, Днепропетровскую область, или Одесскую, или Киевскую, да. И Закарпатье, ну извините, это не то пальто. Значит, Путин старается методично уничтожить Украину бомбежками. Так не доставайся, что никому называется. Но я вам скажу, чем это закончится. Во-первых, у него столько ракет нет, чтобы уничтожить Украину, и не будет. Ну это невозможно. Слушайте, огромная страна. Едешь, бескрайняя страна. У нас большая страна. Это первое. Второе. Да, он бессовестнейшим образом мочит Харьков. Вообще, слышите, освободитель. Ты ж позиционировал себя, сука, как освободителя украинского народа. Ты ж рассказывал, что ты приходишь освобождать русских, которые в ярме у нацистов украинских. Так это ты так русских в Мариуполе падали освободил, разрушив их город. От их квартир ты их освободил. Так это ты так русских по национальности в Харькове освобождаешь. Так это ты так русских в Одессе освобождаешь. Козел старый. Вот его освобождение. Это геноцид. Это настоящий геноцид. Который проводит лично военный преступник Путин. Поэтому, что я хочу сказать. Ракет у него не хватит на Украину. Раз. Второе. Белгороду конец. Я против атак на мирных жителей. Против. Категорически. Категорически. И когда случилась трагедия в Крокусе. Я не радовался этому. Потому что это были мирные москвичи. Гости столицы России. Которые пришли на концерт группы Пикник. Их просто тупо расстреливали. Террористы. Поэтому у меня это вызывает сожаление. Я против. Был среди них один грушник, Дмитрий. Вы знаете об этом. Который приехал с войны. Да. Один грушник был. Но ему по делу. Но я против войны с мирным населением. Это не наш стиль. Это не украинская походка. Воевать с мирным населением. Но что касается Белгорода. Украина будет массировать. Наносить удары по инфраструктуре Белгорода. И конечно поскольку ПВО это все будет пытаться взбить. Осколки будут лететь куда угодно. И будут страдать мирные жители. Я сегодня видел видео. Как в этих хлипких. Таких бетонных лабиринтах. Которые установили на остановках Белгорода. Прячутся хаотично люди. Хочется сказать им. Белгородцы. Скажите спасибо вашему Путину. За то что он начал войну против Украины. Теперь вы прячетесь. У вас был прекрасный город. Белгород кстати. Очень красивый город. Всегда был. Я помню. Я впервые приехал в Белгород. В 90. В 90. Там или в 91. Наверное в 91 году. У нас там концерты были. Но меня потряс Белгород. Он белый. Он красивый. Архитектура хорошая. Такая. Ухоженный город. Там же много украинцев живет. Ну Белгород заложник политики Путина. Поэтому конечно. Белгороду конец. Повторяю. Его разрушат. Не верите? Проверьте. Дальше. НПЗ всем нефтеперерабатывающим заводам. Вот достижимости тысячи и более километров. Конец. Не наставят они ПВО на каждом НПЗ. Нет у них ПВО столько. А наши дроны будут лететь куда хотят. И уничтожать НПЗ. Переработки нефти в России не будет. В этом радиусе достижимости. А вообще вот я только что сказал. Что в Белгороде много украинцев. Вы знаете о чем я иногда думаю? Я думаю о том что в России живут миллионы украинцев. Миллионы людей с украинскими фамилиями. Оказавшиеся там то ли на заработках в свое время. Там в Тюмени условно говоря. Где-то на севере. То ли женившиеся на ком-то. То ли вышедшие замок. При Советском Союзе или позже. Приехавшие работать. Как угодно. Повторяю. В России миллионы украинцев. Миллионы людей с украинскими фамилиями. И в российской власти тоже. Казак. Казак. Матвиенко. Вопросов нет. Дмитрий уверен что ни у Матвиенко. И ни у других ничего не болит. Такие же военные преступники как и Путин. И они будут сидеть в Гааге на одной лавке вместе с ним. С Лавровым и так далее. А по поводу вот этой риторики освободительной вы абсолютно точно подметили что она сменилась уже она уже сменилась и фрагменты соловьевских эфиров там где он видели нет там где он говорит что Харьков нужно поквартально уничтожать сжигать. Ну то есть уже нет никаких освободителей уже есть откровенные призывы к уничтожению и там все улюлюкают ура смотрите что там у него стоял в студии какой-то черт с припаянной башкой я сейчас вспомню кто они уже там а луговой слышите российский грушник отравивший Литвиненко майора Литвиненко в Лондоне пытавшийся отравить Березовского о чем мне Березовский говорил. Ставший депутатом Государственной Думы и вот эта падла стоит у Соловьева и говорит надо сейчас ударить по всей инфраструктуре Харькова обесточить город без воды оставить без света чтобы сколько там 800 тысяч жителей там осталось чтобы они все на машинах пешком как угодно на подводах уходили на запад это в 21 веке это тварить им даже язык этот поганый метла это грязная такое произносит в эфире центрального федерального телеканала этой фашистской помойки под названием Россия вот падали какие они говорят о том чтобы устроить геноцид двухмиллионного полутора миллионного города что это что это только говорили они его устраивают по факту да но они даже вслух такое произнести даже подумать как вслух такое произнести за что за что как это в комментариях зрители просят уточнить что же изображено на вашей футболке поскольку не совсем понятно наверное в полный рост показать потому что складывается впечатление что вы вдвоем изображены просто с Соловьевым это года полтора или два назад ребята компания выпускала NFT и подарили мне футболки и я решил одну из них вот это я его держу просто так видно да когда вы держите за голову вот так видно нормально да а когда вы сидите то кажется что вы просто у меня много разных футболах это NFT которые выпускали когда-то они проданы всем вот одно из этих NFT с этой паскудой так бы леща ему дал с удовольствием поймал бы как дал бы леща ему летел бы у меня на метров 10 скотина рот грязный вонючий мы идем дальше друзья нас уже больше двадцати двух тысяч почти двадцать три тысячи суммарно на двух каналах а мы еще 20 минут не в эфире друзья нажимайте пожалуйста кнопку лайк для того чтобы нас было еще больше и делитесь в социальных сетях ссылками для того чтобы как можно больше людей слышали правду о войне в украине мы будем идти дальше следующий информационный блок российский флот накапливал крылатые ракеты калибр вероятно враг может использовать их для ударов по украине об этом сообщает руководитель главного управления разведки винобороны кирилл буданов по его словам в россии было принято решение использовать крылатые ракеты х 101 вместо калибров поскольку они более эффективны далее цитата в ближайшее время я думаю мы снова увидим калибры потому что количество х 101 значительно сократилось есть нормативно правовые акты документы решений и так далее первое это восстановить запас ракет флота потому что они значительно к тому времени сократились эту задачу они выполнили то есть сейчас они технически готовы к их применению пока флот накапливал свои ракеты воздушно-космические силы россии использовали х 101 сказал буданов мы видели все эти ракеты мы мониторим естественно телеграм-каналы сообщение когда что по нам летит видите буданов говорит что сейчас наверное будет ближайшее время мы увидим атаки калибров массированы дмитрий в целом почему на ваш взгляд активизировались россияне вот последнюю неделю дней 10 когда каждую ночь и каждый день мы видим ракетные шахетные обстрелы по территории всей украины вот этой ночью том числе и сегодня днем уже по харькову я сказал и ну и понимаем что скорее всего следующая ночь будет не исключение ситуация крайне проста давайте станем на место россии неблагодарное занятие тем не менее чтобы понять действия противника надо стать на его место первое война длится больше двух лет результатов нет задачи не решены украина выставила освободила часть территории и стоит тем временем российская экономика испытывает большие проблемы особенно если посмотреть на перспективу причем краткосрочным потому что проблемы касается всего как бы они не в кавычках импортозамещали не импортозамещаемые проблемы куда не плюнь за что не возьмись как бы они не завозили через третье страны что необходимо но в аграрной промышленности проблема ну все же импортная от удобрений до комбайнов ну все импортное даже если комбайны где-то рост сельмаш то извините детали запчасти станки все импортно ну все импортное ну своего не чертаж нет удобрения импортные как завести их но через третье страны американцы начали бороться с этим опять-таки банковская сфера ну что банки объединенных арабских эмиратов перестали обслуживать русских банки китая банки индии не хотят иметь дело почему потому что санкции сша потому что они сказали ребята вы взвесьте на весах или вы работаете с ними и не работайте с нами или наоборот они взвесили и поняли доля русских удельная доля русских мала удельная доля американцев велика китай привязан к доллару китай смотрит что американцы начали начали выводить из китая предприятие куда в индию в ту же предприятие в индию пошли индия думает зачем нам ссориться с американцами ради русских китайцы думают зачем нам ссориться с американцами ради русских объединенные арабские эмираты думаю то же самое турция думает то же самое дальше идем автопром ну пыжились пыжились вы хоть жигули выпустить можете нет вы хоть москвич выпустить нет то что выпускают это банки концернные банки которые не имеют спроса и цены огромные потому что себестоимость большая китайская продукция автопром но не выдерживает никакой конкуренции она сделана на коленке и она ломается выходит из строя ржавеет отпадают детали на ходу я насмотрелся видео уйму что творится с китайскими машинами ну так на чем они ездить будут а на чем они летать будут самолетами беда потому что то что они украли из того что брали в лизинг это надо обслуживать нужны запчасти детали как ты будешь через третье страны пока ты это будешь делать а где где производители обслуживания от них но не получается не клеится поэтому путин понимает выборы он провел выборы в кавычках какие-то выборы это переназначение это массовый вброс голосов за эту лягушку выборы провел а дальше надо жить как-то стране а как стране жить экономическая угроза большая террористическая угроза огромная он же попал в западню он борется с вернее игил борется с ним и понятно поймали таджиков все понятно по всей видимости эти таджики были исполнителями теракта я так думаю я сейчас коснусь тогда ладно знаете крокуса давайте потом чуть-чуть да мне отдельно но но наследки до этого последствия какие поднялась огромная анти таджикская и анти мусульманская истерия русские ведь по своему состоянию многие они фашисты они очень нетерпимы к другим национальностям не только к украинцам они нетерпимы к выходцам из средней азии северного кавказа они нетерпимы к мусульманам это нетерпимое общество дмитрий а знаете в чем это еще проявляется у русских в русском языке для каждой национальности есть оскорбительное название конечно для каждой повторять не будем но вдумайтесь наши дорогие зрители вот в русском языке есть для у россиян для каждого для немца для француза для украинца для американца для братьев китайцев с которыми вы сейчас в тесну дружите есть оскорбительное название для каждой нас эти слова знаем мой близкий друг по национальности азербайджанец он говорит когда он бывал в россии он слышал постоянно от простых русских от бабушек от мальчиков от девочек одно я не хочу повторять это слово что он слышал от них он говорит я в украине он женился в украине у него семья дочка в украине он живет в украине он говорит я в украине никогда этого слова не слышал русские огромные националисты нацисты фашисты и не все ребята сразу говорю не все большинство не все и поэтому в какую западню попал путин с крокусом ну сейчас гнев обрушился против таджиков народ то не виноват народ трудолюбивый работящий хороший древний народ таджики но вот он против них обрушился ударила сразу бумерангом не бумерангом а ударила сразу по узбекам по туркменам по киргиз киргизам по казахам сразу значит и в результате что мы имеем не что они имеют россию массово покидают таджики из россии массово уезжают представители других национальностей а работать кто будет русские же не хотят работать они хотят бухать и валяться на улицах а работать кто будет вы в москве спросите кто дворники кто строители кто там кто на развозке кто русские что ли нет и эта проблема вот сейчас уедут эти люди кем их заместить кто вместо них будет это западня страшная кроме того я вам хочу сказать москва огромный город ну большая москва 18 миллионов населения где-то если не больше кто-то них учитывал но одна москва только город официально 12 13 миллионов мусульман больше миллиона и когда мусульманские праздники большие курбан байрам там рамадан и так далее ну к мечети русским не протиснуться там бывает миллион приходит к мечети и все улицы запружены людьми и что русские начнут за мусульманами охоту но они проиграют точно поэтому ситуация я вот подхожу дальше я анализирую вслух ситуация для россии плоха плюс выборы давайте подумаем в америке то выборы в ноябре а очень много зависит от американских выборов для русских для нас тоже для нас может в первую очередь но и для них в первую очередь дальше они смотрят что застопорка с американской помощью значит у нас меньше вооружение а ну давай нажмем сейчас а ну давай нажмем может они значит уступят вот их тактика такая как можно больше разбомбить как можно больше попытаться в короткие сроки захватить поэтому они готовят свое наступление летом чтобы потом сказать ну что переговоры идете на переговоры ну давайте на переговоры наши позиции вот такие они хотят подготовить к переговору переговоров они хотят однозначно они хотят закончить это сто процентов но они хотят иметь перед переговорами выигрышные позиции и этому посвящено у них все друзья нас уже почти 30 тысяч суммарно на двух каналах спасибо большое за доверие пожалуйста подпишитесь на youtube каналы дмитрий гордон олеся бацман в гостях у гордона на мой youtube канал голова на пожалуйста тоже пишите за и подпишись по таздо обязательно на телеграм-канал дмитрий гордон это лучший телеграм-канал украины номер один сегодня вся информация быстро мгновенно я лично работаю на телеграм-каналом подпишитесь пожалуйста дмитрий гордон а вы слышали дмитрий если про телеграм коротко что ну вскрылся плохое слово признался что ли да человек который и так давно понимали имеет отношение к николаевскому ваньку это же известный украинский телеграм-канал виталий ким признался что имеет отношение правда сказал что не он ведет что есть другой человек но он помогает активно и ночью и мониторят вот но но все что было как бы раньше так секретом боли шинеля вот сейчас уже виталий ким признал я вам скажу что мне очень нравится виталий ким обаятельнейший человек и николаевский ванек в момент тревог я конечно смотрю как и миллионы украинцев замечательный телеграм-канал что мне нравится они с юмором вот это писать и спать это да да это уже на все украинцы наверно знают ждут эту фразу ждут больше не то что знают как мой один друг сказал не надо мне писать писать и спать я уже давно уписался пока бомбили говорит уже давно так идем дальше дмитрий про крокус вы уже начали эту тему давайте продолжим опросы проведенные после нападения на крокусе чехол показали что большинство россиян обвиняют в этом киев пишет financial times по данным опроса англо-украинского центра open minds более 50 процентов опрошенных обвинили украинское руководство и только 27 процентов указали на игил и еще 6 процентов обвинили так называемый коллективный запад а именно сша великобританию и нато видите как сильно на значит российская пропаганда и выходит игил горит это мы выходит российское правительство нет нет таких ну может быть и руками ислам но все равно заказчик киеве ехали они на своем белом рено в киев за своими значит и деньгами где им под расписку бы там не знаю кто-то лично из украинской разве и кто-то должен выдать эти доллары там или сколько миллион рублей обещанный дмитрий в целом про крокус давайте даю закроем эту тему на что думаете кто виноват просто надо расставить все точки понятно дело кто виноват но попытка натянуть сову на глобус и привязать украину путина видите на внутреннем рынке получается ну на западе ясное дело все понимают ху из ху да кто ху мы знаем точно значит давайте спокойно вот спокойно спокойным тоном неспешно и размеренно проведем анализ того что произошло в крокусе и начать надо с предупреждений запада спецслужбы соединенных штатов америки и великобритании предупредили россию они всегда это делают предупреждают не только россию они всегда когда имеют информацию они предупреждают о терактах все страны кстати ну им спасибо надо сказать им надо просто сказать спасибо и я очень доверяю спецслужбам сша и великобритании я объясню почему потому что даже когда они предупреждали о нападении россии на украину а предупреждали они пять месяцев с конца сентября 2021 года пять месяцев карты уже сливали карты нападения сливали которые выходили в газетах в изданиях разных даты называли они просто сначала назвали 16 февраля но 16 путин изменил планы потому что олимпиада си попросил ему не портить закрытие олимпиады и путин перенес на 24 чем на 24 23 от гулять день советской армии военно-морского флота и 24 начать потом они предупредили про 24 американцы и британцы англичане предупредили про 24 ну мы же все не верили мы же все умнее их вот получили подтверждение их прогнозом а прогнозы их были я разговаривал с высокопоставленными американцами я говорю ну а как вы вообще делаете эти прогнозы я сейчас это расскажу это можно рассказывать я уверен это не секретная информация точно не секретная они говорят у нас существует аналитический отдел которые исследуют вот конкретно занимается военными бюджетами всех стран как просто вообще все вообще все кажущееся сложным на самом деле просто и мы обратили внимание что военный бюджет россии вдруг стал непомерно расти что является первым свидетельством о планируемом начале военных действий непомерный рост военного бюджета дальше они пошли дальше у них конечно свои люди есть на всех уровнях российской власти у них есть космос когда видно все из космоса василий владимирович видно как люди по улицам гуляют и даже как сидят у себя дома поэтому меня не знаю о вас точно видно поэтому когда мы думаем что мы такие недосягаемые или не отслеживаем и это самообман американцы из космоса видят все как передвигаются военные российские как техника передвигается и так далее поэтому они все это видели поэтому они били в набат били в колокол будет война 24 начнется теперь с этим терактом но мы же хорошо помним как 7 марта да если я не путаю дату официальные значит средства массовой информации сша и великобритании со ссылкой но с посыланием на спецслужбы этих стран сказали что могут быть ближайшее время теракты в россии что всем нашим гражданам быть осторожными лучше уехать из россии правильно я ничего не путаю да так и было да они посещать места скопления людей и по возможности идут в москву знаете что я подумал я подумал ну да не может быть потом я подумал ну я же также говорил когда они нападение россии предупреждали на украину ну думаю ну ну так уже и когда там наступает восьмое девятое понимаю ну видно тут прокол нет нифига восьмого в москве в сити крокус холли крокус сити холли должен был состояться концерт этого ублюдочного шамана вестника апокалипсиса чистый нацист кстати посмотрите на его внешность на его зигование как говорит женя чичваркин от сердца к солнцу я чего смеюсь я вчера друзьям рассказывал мы с ним гуляли по киву с евгением чичваркиным и заговорили о викторе степановича черномырдине с которым я дружил замечательный человек был и заговорили вот как бы он себя повел если бы был жив когда началась бы война и женя как человек более умный и циничный сказал ну как зиганул бы говорит от сердца к солнцу вот поэтому да этот шаман перед выборами путина перед перед назначением скажем точнее путина крокус сити холли должен был состояться концерт шамана и он состоялся вот теракт планировался на концерте шамана 8 марта и фотографии этих участников теракта уже позднее на пикнике стали достоянием общественности там был фотограф который снимал зрителей поле его объектива поле его зрения попал один из этих таджиков которых поймали потом как участников теракта но накануне выборов все спецслужбы были приведены в полную боевую готовность как же чтобы выборы путина не сорвали и поэтому видно там было много силовиков в крокусе и поэтому видно было особое внимание и теракт не удался его и не начинали дмитрий ну и опять же американцы же предупредили может они публично россияне говорят да нам это шантаж и предупредили они сказали что игил плане это я вам точно говорю вот это к тому что почему 7 8 были еще усиленные мерами меры они конечно предупредили они сказали что будет игил нападать что будет это на большом концерте они все это сказали дальше а дальше произошло вот что выборы от шумели путин с патрушевым которые взрывали жилые дома еще в девяносто девятом году и вообще не привыкать для них поймите есть люди для кого кровь человеческая вообще ничто сколько там 150 человек так какая разница сколько ты 100 какая разница сотни тысяч уже погибли по вине путина патрушева шайбу и других какая разница 150 это это статистика это ничего больше мне когда-то сергей хрущев сын никита сергеевича хрущева рассказал ужасную вещь я же я же все это увязывая же все это анализирую и складываю пазлики он говорит вот отец мне когда уже был на пенсии никита сергеевич хрущев и когда он диктовал ему свои мемуары они были очень близки и он мне говорит ты знаешь вот на фронте перед планированием какой-то операции вот я был членом военного совета фронта вот сидит маршал один маршал второй там и планирует и ты знаешь сынок он говорит планировали безвозвратные потери говорит сколько планируем безвозвратных потерь ну там 300 тысяч 400 тысяч говорит а я же понимаю что это люди они еще живы а их уже запланировали безвозвратные потери психология же не изменилось маршал и другие фанерные как этот шойгу ублюдок но психология то осталось прежней поэтому дальше я думаю произошло следующее наложилось две вещи первое путин решил будет теракт а ну давай так с патрушевым они подумали ну давай так ну хорошо если даже состоится какие у нас тут плюсы какие минусы вот так это планируется минусы у нас какие ну убьют там 150 300 500 человек ну и хрен с ними так что еще то вроде никаких а плюсы какие а плюсы мы скинем все на украину миру предъявим это скажем смотрите они оборзели уже теракты у нас устраивает мирных людей убивают вот они рассуждали примерно так для этого не надо быть семи пядей во лбу чтобы представить как преступники рассуждают дальше дальше концерт в крокусе явно у них была информация на пикнике что будет вот в этот момент сегодня условно говоря что они делают рамки не работают рамки чё не работают не работают с видеокамерами еще вопрос нет же нигде данных видеокамер думаю что как обычно не работают когда не надо когда навального убивали тоже камеры не работали когда немцова убивали камеры не работали ну мы все понимаем вы знаете смотрите это рассчитано Непонимание на дураков. Но мы с вами не дураки точно, и наши уважаемые зрители, а я вам скажу, что у меня лучшая публика, у меня дураков нет среди тех, кто нас смотрит. Все все понимают прекрасно. Тут не надо быть особо одаренными. Когда нет силовиков, когда они час едут, час, там все напичкано рядом. Это Красногорск, это Замкаден, там напичкано всеми спецслужбами, ОМОНом, ПереОМОНом, ШМОМОНом, всеми. Час ехать? В Крокус? Вы меня извините? Мы что, на дураков похожи? Дальше. Ну, когда мероприятие на 6200, это я вам говорю, как организатор в прошлом грандиозных концертов, в том числе стадионов, в том числе, ну, у нас было мероприятие, когда на Киевском стадионе мы собрали на выступление, такой был Рудско, экстрасенс из Ленинграда. 100 тысяч человек. 100 тысяч мы собрали. 100 тысяч человек. Ну, и спросите меня по безопасности, я вам расскажу. Я не знаю, жив ли генерал Савченко, который тогда возглавлял милицию, как она называлась, охраной общественного порядка города Киева. Мы с ним работали. Но было все рассчитано. Если 100 тысяч собирается, значит, сколько тысяч должно быть милиционеров? Как они должны стоять и где? Это же азбука. Поэтому, когда 6200 находится в Крокус-сити-холле, должна быть полиция, должны быть специально обученные люди с собаками, с оружием и так далее. Никого не было. Это что значит? Это значит, что Путин с Патрушевыми, с другими своими боевыми товарищами рассудили, что нам этот теракт выгоден. Поэтому, а дальше вообще цирк? Вы представляете, что такое Москва? Окружная дорога, МКАД, кольцевая дорога. Пятница вечер. Вы знаете, что такое пятница вечер? Это пробки везде. Пробки. Там и в четверг вечером пробки, и в среду вечером пробки. А в пятницу тройные пробки, потому что люди на выходные уезжают на дачу. И это белое Рено, или как там эта машина называлась, с этими четырьмя таджиками, этой машине дают уехать 300 с чем-то километров. Мне смешно. И ловят их в брянских лесах. Че, вы их сразу не взяли? Пробки, черт побери. Че, сразу не взяли? Нет. Им специально дали уехать в брянские леса. И говорят, это они рвались в Украину, их там ждали. А, в Украину. Для них было окно. А, в Украину. Во-первых, Лукашенко, который ненавидит Путина всеми фибрами своей продажной души, просто его спалил, поиздевался над ним. Сказал, белорусы оказали содействие нашим российским братьям, чтобы не допустить прорыва в Беларусь этих террористов. А, так они в Беларусь. Куда они направлялись изначально, сказал Григорович. Так они в Беларусь направлялись? А, не в Украину? Нет? Ладно. А где же окно? Окно. А дальше? Дальше. А минные поля? У нас линия фронта с русскими. А минные поля, километры минных полей, заграждений. А с нашей стороны усиленный контроль всего, а с их стороны усиленный контроль. Да там муха не проскочит, не то что четыре таджика. На кого рассчитан этот цирк? На идиотов? Ну, если кто-то им верит, ну я вас поздравляю. Если кто-то в мире верит бреду, который озвучил Путин, Бортников и Патрушев, ну значит вы идиоты. У меня других слов нет. Поэтому вывод один. Устроил эту бойню в Москве ИГИЛ. Россия или допустила это сознательно, для того, чтобы извлечь свою выгоду. Или спровоцировала ИГИЛ это сделать, потому что о дружбе российских спецслужб с террористами на Востоке известно давно и много. Мне ли это рассказывать? Об этом все знают. Конечно же, никакого украинского следа там нет. Это не украинский, повторяю, стиль бороться с мирными жителями. Все? Что тут добавить? Дмитрий, мне кажется, добавить можно только одно, что никакая логика не может привязать, зачем Украине это могло бы быть чисто гипотетически даже выгодно. Они сказали, что Украина хочет нагадить России и таким образом хотела сделать громкий террорист. Ну, слушайте, так они сейчас знаете, что сделают? Они же показали на весь мир, как они пытают людей, отрезают ухо человеку, мусульманину, отрезать ухо и запихивать в горло. Это вообще, это надо быть уже какими отбитыми людьми. Вообще людям нельзя отрезать уши. Но мусульманам это оскорбление для правоверного мусульманина такую расправу на камеру еще делать. А как они стянули штаны с другого мусульманина и током его пытали? Это что? Какими бы они ни были террористами, но так наглядно издеваться и демонстрировать это? А сделали они это вот зачем. Они показали всем, смотрите, что с вами будет. Это раз. А второе, мы без тормозов. Да, мы русские, с нами Бог. Мы без тормозов. Будет так. Ну, конченые люди, конченые. Мы идем дальше, уважаемые зрители. Обещанная сенсация уже совсем скоро. Пожалуйста, оставайтесь вместе с нами. Нас уже суммарно на двух каналах 38 тысяч зрителей. И я еще раз вас попрошу нажать кнопку «Лайк». Нравится прямо сейчас под этим видео для того, чтобы у нас было больно. Так работает YouTube. Не потому что Дмитрий Гордон заставляет меня это говорить в каждом эфире. А потому что, да, потому что так работает YouTube, друзья. Нажмите в эту кнопку, а мы идем дальше. Еще несколько тем до сенсации, потом сенсации. Алла Пугачева. Могут ее признать иноагентом. Генпрокуратура послала в Минюст Российской Федерации соответствующий запрос, сообщил Виталий Бородин. Почему, собственно, обращение и был запущен этот процесс? Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца. Написал он. Комментаторы предполагают, что присвоение статуса могут приурочить к 75-летию певицы в ее день рождения 12 апреля, буквально через две недели. В этом году 12 апреля приходится на пятницу, а это день недели, когда Минюст традиционно публикует новые списки врагов народа, иноагентов. Дмитрий Ильич, что изменит это, изменит ли для Пугачевой ожидать, кстати, она сама, помните, обращалась тогда, когда Галкина объявили иноагентом, она говорит, и меня объявите. Что-то изменит ли и стоит ли ожидать какого-то, может, громкого манифеста от Аллы Борисовны? Вы знаете, когда мне было 5 или 6 лет, бабушка водила меня гулять на Владимирскую горку. Она жила неподалеку, я помню, с каким удовольствием, с какой радостью я там маленький гулял на склонах Днепра. Мы ходили к памятнику Владимиру, и там было очень много голубей. А у меня был сачок, и у меня была идея фикс поймать какого-нибудь голубя сачком. Я за ними бегал, ловил их сачком, и ничего не получалось, они взлетали. Я помню, как один голубь уже сосредоточенно кушал хлеб, которым я его кормил. Кормили, заманивали, правильно я понимаю? Не-не, ну мы кормили голубей, все кормили голубей тогда и хлебом, и что было, люди, ну, какой Киев прекрасный был тогда, это 70-е годы. Вообще, его нет. Киев сейчас, он тоже прекрасен, но это другой город, и люди другие. Ну, ничего, жизнь идет вперед. Короче, этот голубь так сосредоточенно ел, я подумал, вот сейчас я тихонечко, сачком, без резких движений, его поймаю точно, он ест, ест, я помню, я сачок, раз так, раз, 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 и в последний момент он улетел. И какой-то дяденька сказал, мальчик, что ж ты так ловишь? Ты им соли на хвост насыпь, они замрут, и ты их поймаешь. Ночью мне снился сон, как я сыплю голубям соль на хвост, они замирают, и я их спокойно ловлю сачком и потом выпускаю. На следующий день я попросил бабушку взять соль, пошел с сачком с солью и стал сыпать голубям соль на хвост. Но не взлетали, как и в прошлый день, и ни один из них в мой сачок не попался. К чему это все рассказываю? Признают Аллу Пугачеву иноагентам, например. Ну, они могут только соли на хвост насыпать. Она уже давно, как она пела в одной из своих песен, птица вольная. Что они могут сделать? Она не в России. Она великая женщина. Она не зависит от этого фашистского государства. Вообще не зависит. Она является целой планетой. Недосягаемой, ни для кого. Она может молчать, может вообще ничего не говорить. Она уже все сказала в своих песнях, своим творчеством. Она все сказала. Ее песни в генетическом коде у десятков миллионов людей. Она у нас в сердце, у нас в голове, в печени, в почках, в сосудах. Потому что на ее песнях выросло несколько поколений. И с этим ничего нельзя сделать. Назовут ли ее иноагентом. Или террористами-экстремистом. Вот я иноагент, и террорист, и экстремист одновременно. Да что угодно они и скажут. Это не имеет никакого значения. Для нее так точно. Поэтому все эти движения, все говорят, что сделают с Пугачевой. Ничего не могут с ней сделать. Нет никакой силы, способной стереть из памяти десятков, сотен, миллионов людей это имя. Нет никакой силы, способной заставить десятки миллионов людей разувериться в силе ее таланта. И певческого, артистического, и человеческого. Потому что она ведь не просто потрясающая певица. Это вообще неоспоримо. Она грандиозная личность. Поэтому мне кажется, во мне борются две версии. Первая версия, они ей не дадут иноагента, потому что это как в себя плюнуть. Вторая версия, они отмороженные, но дадут иноагента. Но она посмеется над ними, опубликует пост в инстаграме, который посмотрит 10 миллионов человек. А то и больше. Который процитирует все. Обзовет их как-то. Причем не в прямую, а как она это умеет. И она в этой схватке все равно выйдет победителем. Если им ума хватит это понять. Они вообще не заметят этих споров и сделают вид, что ничего не происходит. Если не хватит, ну туда ими дорога. Меньше Пугачева от какой-то приставки или оскорбления. Меньше она не станет. Внимательные зрители тут же в комментариях написали, что не 12 апреля, а 15 день рождения у Аллы Борисовны. Ну, значит, вы правы, я загуглил. Действительно, опечатка, действительно, 15. Спасибо большое за уточнение, уважаемые зрители. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Мы уже почти час в эфире. Уже более 40 тысяч онлайн-зрителей смотрят нас на двух каналах суммарно. Спасибо большое каждому. Для нас это очень важно. Ну, наверное, еще потому, что это наш последний Дмитрий Гордонов эфир, прямой эфир в этом месяце. Это есть наш. Вот, так как следующий эфир будет уже в апреле. Друзья, шутки шутками. Это не та сенсация, которая... Могут быть и дети. Да, вот. Ну, действительно, Дмитрий заготовил для вас сенсационный материал. Дождитесь буквально несколько минут. Это не так долго ждать. Еще осталось, как говорил Арестович, 2-3 недели. Следующая информация. В России опубликовали указ Путина о весеннем призыве, где ожидают увидеть еще 150 тысяч россиян, согласно подписанному документу, с 1 апреля, то есть завтрашнего дня, по 15 июля на военную службу. В Российской Федерации призовут 150 тысяч человек. Россиян в возрасте от 18 до 30 лет ждут на службу. Я уже видел в комментариях перед началом эфира, там самые ярые писали, да что вы, вот это вот, это призыв, это мальчики, которые будут служить на территории Российской Федерации. Мы ваших мальчиков видели уже по всей... В гробу мы видели ваших мальчиков. Их везли уже и на учения, и не на учения, и в итоге они оказывались тут, с оружием в руках, приезжая убивать украинцев. Поэтому рассказывать нам, что это просто весенний призыв, а не мобилизация, да какая разница, кого Путину хоронить на украинской земле. в 18-летних или в 35-летних. Василий Владимирович, вы когда сказали, да, Василий, вы сказали, Путин опубликовал указ о весеннем, не хотел сказать обострении. Вы знаете, что количество сумасшедших в России очень выросло? Оно и раньше было большим. Но учитывая то, что в занеподе их психиатрия и то, что... Я думал, Дмитрий, вы сейчас про результаты так называемых выборов. Вот эти, вот 77%. Смотрите, психиатры в России бьют тревогу. Потому что кратно выросло количество психических заболеваний. Ну, во-первых, возвращаются эти безумные с войны. Особенно, которые уже сидели в тюрьмах. Там же поднялась жуткая волна преступлений. Ну, что, кого-то убил, зарезал, сел в тюрьму, пошел воевать. Прощенок, прощенным оказался. Пришел и за старое. То есть, ну, и у россиян наблюдаются депрессии очень сильные. И психические расстройства. Поэтому, когда вы сказали о весеннем, мне сразу подумалось обострение. Конечно, он призывает. Конечно, он будет призывать. Не будут хотеть идти, будет покупать. Не будут хотеть покупаться, будет завозить непальцев, индусов, сомалийцев, кенийцев. Кого угодно. Кого угодно. Но это все война 20 века, а не 21. Война 21 века, она технологична. Технологий у него нет. Поэтому я убежден, что мы все равно выиграем эту войну. За счет технологий, за счет помощи Запада и за счет нашего духа. Потому что наше дело правое. Как говорил Сталин когда-то, да? Наше дело правое. Браг будет разбит. Победа будет за нами. Могу смело повторить Сталина. Мы воюем на своей земле, за свою землю. И точка. Священия и войны не бывает. Идем дальше. 19 часов и 1 минута. Это я говорю тем, кто пишет, что это не прямой эфир, это запись. Дмитрий, вы что, запись? Я что, с записью разговариваю? Но я говорю под фонограмму. Если честно. А поете вживую? Пою вживую, говорю под фонограмму. Или наоборот, я уже не помню. Так, друзья. Идем дальше. Еще одна тема. Следующая. Да не одна еще тема. Тема еще много будет. Мы еще достаточно. Мы не заканчиваем эфир, поверьте. Мы только разошлись. Мэр Парижа Анн Идальгу заявила, что российским и белорусским. Или Идальго, наверное, на французский все-таки манер. Идальго, российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году состоятся во французской столице. Свои комментарии Идальго сделала во время поездки в Киев, где она посетила тренировочный центр для украинских спортсменов. Напомню, российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа, но только в нейтральном статусе. Кроме того, России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия, которая состоится на реке Сена в самом центре Парижа. Дмитрий Ильич, не кажется ли вам, что вот эта фраза, что им будут не рады на Олимпийских играх, ну, как-то немножечко цинично звучит, что ли, если не сказать еще как бы покрепче? То есть, это все равно, что сказать, что мы покупаем российскую нефть, ну, знаете, как-то без удовольствия мы ее покупаем, но покупаем. Мы разрешаем россиянам приехать в Париж на соревнования, ну, вот мы не рады. Ну, знаете, как-то вот... Я думаю, смотрите, я думаю, нет, это такое изысканное унижение для русских и белорусов, на самом деле. Просто фраза произнесена с тактом и достоинством. Мне видится так, слышится так. Русские спортсмены, вы должны раз и навсегда понять. Вы представители страны изгоя. Вам нет места в соревнованиях, проводящихся в цивилизованном мире. Русские музыканты, русские артисты, русские... Просто русские, вы должны понять, даже если вашей вины, в варварском нападении вашей страны на Украину нет, вашей персональной вины, вы являетесь представителями гражданами страны, совершившей дьявольское преступление, заклейменной всем цивилизованным миром, страны-изгоя. Поэтому и вы являетесь изгоями. Поэтому вас не ждут ни на Олимпиадах, ни на Спартакеадах, ни на футбольных кубках, нигде. Вас не ждут просто, ни на сценах мировых. Вас не ждут. Как писал Пушкин, очень актуально. Угораздил Бог родиться в России. Что тут добавить? Мы идем дальше. Дмитрий, 19.04. Пора или еще... Или еще? Ну давайте, что мы будем... Зрители же волнуются, они же... Мы же не обманываем никогда, мы говорим, будет сенсация. Зрители волнуются. Я готов. Тогда, дорогие друзья, внимание на экран. Друзья, у меня в руках официальное заявление. Лучшие украинские колдуны и ведьмы... Это их заявление. Лучшие украинские колдуны и ведьмы собрались на одном из кладбищ ночью в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников. Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча насмерть. Им было сделано на мертвую землю, землю сорока могил, на мертвую воду, воду которой обмывали сорок покойников, на путы, которыми связывали руки сорока покойникам. Их фотографии были по сорок раз проколоты цыганской иглой и прикопаны в сорок могил. Всем этим шести людям, повторяем, сделано насмерть. Снять эту порчу не сможет никто. Всех их ждут страшные болезни и смерть. Первым за свои преступления перед Украиной поплатится Соловьев. Результат все увидят в ближайшие пару месяцев. Смерть врагам Украины, слава Украине. Это официальное заявление, я его зачитал. Героям слава, друзья, в комментариях, пожалуйста, можете добавить слов, что вы думаете о вышеназванных персонажах, что можете им еще пожелать, но помните, что все-таки YouTube не все пропускает. Идем дальше. Следующая тема, Дмитрий, достаточно емкая. Она возвращает нас в Украину, к нашему порядку Денному, поскольку речь будет идти об инициативе президента Зеленского, который заявил, что кадровые изменения, которые произошли во власти на этой неделе, это еще не все подготовленные решения. 26 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экс-председателя службы внешней разведки Александра Литвиненко. 29 марта Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с голосностей заместителей главы офиса президента. На их места были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская. 30 марта глава государства уволил первого помощника Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко, а также внештартных уполномоченных по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву и по вопросам обеспечения прав защитников Алену Твербитскую. Сам президент сказал, что это еще не финал кадровой перезагрузки, поскольку процесс еще продолжается и мы скоро услышим еще о новых кадровых перестановках. Дмитрий Ильич, что думаете, чего ожидать и к чему ведут уже озвученные перестановки? Владимир Зеленский является президентом Украины. Президентом, подчеркну, воюющей Украины. И поэтому ему лучше всех знать, с кем он хочет работать, а с кем он не хочет работать или с кем он устал работать. Я думаю, что он не обязан отчитываться даже перед обществом за то, кого он назначает по своей вертикали. Это его личное дело, это его личное право. Я думаю, что все направлено на усиление позиции Украины. Я думаю, что это не конец. Я знаю точно, что это не конец. Еще будут перестановки и довольно громкие. Мы их увидим. Частично перестановки сделаны по просьбе наших западных партнеров. Частично это давно назревшее решение. Частично некоторые люди сами просили президента о том, чтобы он их уволил со своих постов. Поэтому в данном случае мы видим эти указы. На сегодняшний день. На завтрашний увидим еще что-то. Ну, не буквально на завтрашний. Вот. И опять-таки это прерогатива Владимира Зеленского. Это его прямые права и прямые обязанности. Окей, идем дальше. Следующая информация, которую я хочу с вами поделиться и обсудить, Дмитрий, с вами. Концертный директор Валерий Леонтьев объявил, что певец уходит со сцены. Это произошло 19 марта, в день 75-летия музыканта. Звезда советской российской эстрады, народный артист России. Редко появлялся на публике и редко делал публичные заявления. А также ничего не говорил по поводу событий последних двух лет. Правда, в 2017 году внесение в базу миротворец за поездки в оккупированный Крым Валерий Яковлевич прокомментировал вот так вот, цитата. Не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок России. И, безусловно, жаль, что некоторое время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход, приезжайте к нам в Крыму, сказал он тогда. На днях российские СМИ пестрели заголовками, что тайно Леонтьев приехал в Москву, где отметил свой день рождения в полном одиночестве. Дмитрий, вы записали не одно интервью с Валерием Леонтьевым. Вы сняли клип на песню «А мы у двох» вместе с уже на ней покойной Русланой Пысникой. Вы дружите с 1988 года, о чем вы сказали мне в другом интервью. Почему, на ваш взгляд, Валерий Яковлевич, который давно уже, много лет уже проживает в Соединенных Штатах Америки, но, к сожалению, одобривший оккупацию Крыма, молчит про войну? Валерий Яковлевич Леонтьев, выдающийся артист, настоящий творец, кумир нескольких поколений людей, на советском и на постсоветском пространстве, артист Божьей милостью, исполнитель бесчетного количества хитов, человек очень тонкий, хороший, душевный, ранимый, исключительно интеллектуальный, прочитавший большое количество книг, разительно отличающийся от подавляющего большинства своих коллег по цеху, трудолюбивый и трудоголик вообще, но таких артистов, как Леонтьев, которые пролили на сценах сотен городов тысячи литров пота, вообще надо еще поискать. Валерий Яковлевич аполитичный человек, совершенно аполитичный, который, ну если он будет слышать это, пусть простит мне, который ничего не понимает в политике и в политических хитросплетениях, в этом он как ребенок, я это точно знаю, он большой ребенок, который просто не понимает этого, который далек от этого, от политики далек, от конфликтов, он в жизни далек от конфликтов, он ни с кем никогда не конфликтовал. Он живет, он очень одинокий человек, он живет в своем замкнутом, отчасти придуманном мире, в мире искусства. Он очень трудно пробивался, он стал большой звездой, не благодаря чему-то, а вопреки. Его не любила советская власть, его ненавидели коллеги-артисты, потому что он был ярче, талантливее, лучше их. Ему ставили палки в колеса всю его долгую артистическую жизнь, но сквозь асфальт, как трава сквозь асфальт, пробивался его талант. И ничего нельзя было с этим сделать, потому что, ну это чудо, это откровение, это потрясающий певец, потрясающий исполнитель, потрясающий артист, с мощнейшей харизмой, не похожий ни на кого. И кто-то даже пытался стать Леонтьевым, ни у кого не получилось. Леонтьев один. Я думаю, что под воздействием российской пропаганды, при полном непонимании, повторяю, политических хитросплетений, Валерий Леонтьев сказал то, что вы процитировали. Но мне кажется, я не общался с Валерием Яковлевичем с, наверное, 21-го года. Мы много времени проводили до 14-го года и в Киеве, и в Москве, и в Испании. После 14-го года мы стали проводить время в Испании, когда он приезжал туда, у него там дом, все знают об этом, и там живут наши общие друзья большие, Николай Николаевич Гребинек и Валентина Владимировна Григоренко. Замечательные люди, которым я обязан очень многим в жизни, и всегда об этом буду говорить, которые ввели меня в мир, большого такого шоу-бизнеса. Они меня ввели туда, и спасибо им за это большое. И летом мы приезжали там с детьми на неделю, допустим, и Валера приезжал, и с Люсей, и Валя Николаевич, мы все проводили время, замечательно проводили время. С 21-го года я не видел Валерия Яковлевича, и не слышал. Но я вам скажу одно. Он очень совестливый человек. Он хорошо знает, где добро, а где зло. И я не представляю себе, я не могу представить такого, чтобы в этой ситуации он не разобрался, кто право, кто виноват. Я думаю, что ему было бы очень просто сейчас, как и его многим коллегам от Газманова до Расторгуева, радостно зигануть и ездить, как обычно, по городам и весям, зарабатывая деньги. Но он этого не сделал. Я не знаю, по каким причинам. Он этого не сделал. Я не слышал его заявлений о поддержке политики Путина, например. Я не знаю, по каким причинам. Я с ним не общался. Но я не слышал его заявлений. Я не слышал его заявлений в поддержку Украины, но и в поддержку Путина тоже ничего не слышал. я валеру люблю он светлый я очень хочу чтобы он оказался на стороне добра для меня будет большим разочарованием если он окажется на стороне зла мое сердце и так в рубцах от тех бывших моих друзей которые радостно зиганули поддержали войну путина против украины я надеюсь что лишнего рубца от позиции валерия леонтьева на моем сердце не появится спасибо большое дмитрий идем дальше еще одна тема россияне провели контртеррористическую операцию в дагестане российские спецслужбы якобы получили информацию о местонахождении вооруженных лиц причастность террористической деятельности поэтому ввели режим контртеррористической операции еще ночью спецназа цфсб заблокировали террористов нескольких живых кварталов махачкалы и каспийская процитирую а утром ведомство отчиталось что задержали трех человек которые якобы планировали совершить террористические преступления и свете событий в подмосковье дмитрий то что мы с вами обсуждали в пропуссе сейчас любое мероприятие любое да и раньше сильно поводов не надо было путину для того чтобы кого-то задержать арестовать или убить под стенами кремля да как лицо но сейчас фактически просто развязаны руки ты можешь объявлять любую контртеррористической операции на любой территории говорить а помните вот было там был теракт подмосковье и оправдывать любые свои поступки ну вот вот действиями которые на себя взял игил подмосковье дмитрий что думаете вот по поводу таких контртеррористических операций и перспективы сколько еще будет россии ну знаете я отвечу двумя словами россии хана я поясню я объясню россия начинает взрываться изнутри потому что когда она сильная когда любая страна сильная когда экономически все хорошо живут то нет ни революции не желание отсоединиться ничего нет есть даже кто-то из нобелевских лауреатов выписал формулу прямо формулу математическую которая говорит о том когда может начаться революция там ввп там зарплаты что-то вот такое да ну дагестан огромная республика там живет больше трех миллионов человек на небольшой территории одна из самых беднейших одна из самых коррумпированных территорий россии но как центр себе представляет если люди загнаны в бедности в нищету это не взрывоопасно конечно взрывоопасно я вообще убежден что когда россия начнет терпеть поражение ощутимые на поле боя я вам хочу сказать когда уже флота как следует нету черноморского когда кораблей как следует нету в севастополе это что не ощутимое поражение когда они не могут нос указать из бухты а когда нпз 12 или 13 или 15 взорвана это что не поражение ощутимое а когда 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 поэтому страна ослабевает центральный такой поводок ослабевает и это самое время для развития национальных движений поэтому конечно развал россии начнется с двоеточие чеченской республики с ингушской республики с дагестана с татарстана с башкортостана с якутии . там будут самые большие для россии проблемы и это будет очень-очень скоро мы это все увидим с вами спасибо большое и еще один вопрос который я часто вижу в комментариях и в анон под анонсами наших эфиров это опасение людей сейчас очень много стало в социальных сетях вот этих историй значит нагнетают угрожают пугают харьков одесса киев кто-то там пишет право в общем страшный сценарий что русский солдат уже чуть ли не будет вновь под киевом там или ходить по дерибасовской и так далее называют даты там с 20 апреля и дальше дмитрий откуда ноги растут это российское ипсо чтобы расшатать еще больше нашу психику под массированным ракетными обстрелами еще информационными атаками или или что-то другое я когда слышу слова ипсо вспоминая анекдот как две подруги разговаривают на говорит слушать так голова болит 2 и говорит так возьми у пса нагреты что даже у мужа не беру вот ипсо по возьми у пса значит вы знаете сегодня исполняется от смешного трагическому что называется два года ровно два года освобождение бучи сегодня опубликовано много кадров которые я не видел даже без боли на них смотреть невозможно какой кошмар какой кошмар что они творили здесь 55 тысяч население городок этот под киевом буча я его помню еще маленьким он не был таким как сейчас конечно другое другой город буча лесная буча такой знаете были пансионаты дома отдыха что они натворили с людьми что они натворили с городом все отстроят конечно все это людей не вернешь но это так отступление вы знаете я не верю в то что они могут окружить харьков как пишут везде и взять харьков не верю я не верю в то что они могут подойти киеву и взять киев не верю можно долго говорить почему я в это не верю я не настаиваю на своей точке зрения я могу ошибиться и я ошибался я человек и буду ошибаться не безгрешен и не категоричен поэтому у меня есть твердое ощущение что им ничего не удастся и вообще ничего не удастся они лузеры они приплыли я это точно знаю им конец но еще не конец нашего эфира на сегодня дмитрий что стоит посмотреть у вас на канале что свежая яркая громкая вышла на пинге в понедельник у меня вышло потрясающее интервью с евгением чечваркиным мы с ним гуляли по киеву рекомендую всем она набрала уже больше миллиона на двух каналах но все равно посмотрите ну потрясающее интервью честно он классный евгений чечваркин классный он искренне он непосредственно как ребенок знаете вот такой красавец красавец и одет красиво конечно на нас оглядывались прохожие не только потому что узнавали естественно потому что евгений чечваркин экстравагантно одет в такой шляпе в таких сапогах в таком не знаю даже как это назвать посмотрите это интервью у вас повысится настроение в среду у меня вышло одно из самых лучших моих интервью я считаю за последние годы не шучу интервью с российской киноактрисой яной трояновой я просто всех прошу всех кто нас смотрит найдите время и посмотрите пожалуйста моё интервью с яной трояновой вы мне скажете потом молча спасибо или напишите в instagram или вот в инстаграме я переписываюсь люди подписывайтесь на мой инстаграм кстати вы скажете мне спасибо потрясающее интервью с очень интересным человеком яна троянова звезда российского кино уехавшая из россии во францию культовая актриса снявшиеся в потрясающих фильмах василия сигарева в частности и и бывшего мужа какая судьба какая биография какая личность бомба интервью бомба посмотрите пожалуйста яна троянова ну и на следующей неделе я порадую вас моих уважаемых дорогих зрителей очень интересными интервью не буду раскрывать карты ну завтра человек вообще бомба тоже будет смотрите вчера был эфир с арсением яценюком да да а вторник не пропустите с алисей бацман традиционный прямой эфир во вторник 18.00 вы знаете вчера был интересный эфир с арсением петровичем яценюком его посмотрели уже сотни тысяч зрителей и арсения петрович очень любят смотреть и слушать вот мне наши журналисты говорят ну вот арсений петрович если бы он конечно сказал побольше что-то обнадеживающего какого-то ура наступательного нашего такого вот люди бы больше были довольны но арсений петрович относится к тому редкому редчайшему типу не только политиков но и людей вообще которые ненавидят вранью во всех его проявлениях вот человек не любит врать он говорит я не люблю говорить то что я не думаю я не люблю говорить так как не обстоит дело на самом деле я не люблю давать ожидания которые не сбудутся я не люблю обманывать врать не лгать мне это очень импонирует мне вообще с ним интересно потому что у него нестандартный взгляд на происходящее событие у него глубокое понимание этих событий огромная подготовка ну слушайте это глыба это глыба поэтому тоже посмотрите кто еще не посмотрел интервью с арсением медственником вчерашнее друзья у себя проанонсирую меня завтра на канале 18 00 в прямом эфире замечательный великолепный любимый доктор комаровский 18 00 понедельник не пропустите 20 00 михаил шейтельман традиционно по понедельникам в среду роман светан лучший военный эксперт 20 00 не пропустите в пятницу подводим итоги с михаилом подреком и в воскресенье дмитрий гордон 18 00 друзья не пропускайте начисали часто бывает михаил подоляк в эфире и часто бывает алексей крисович в эфире у вас не было такой мысли соединить их в одном эфире вот было бы интересно вы знаете я предложу дмитрий ильич спасибо за идею фактически фейерверк вот посмотрим на что ответить как этого поэта было в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань теперь надо разобраться кто из них конь а кто лань трепетная так на этой ноте мы будем благодарить наших уважаемых лучших а вы как думаете кто конь кто трепетная лань арестович кто дмитрий мы на этом ставим многоточие поскольку время наше вышло наше время не выйдет никогда вы правы наше время у нас все впереди дорогие зрители вам огромное спасибо за то что вы доверяете нам самый ценный ресурс который невосполним это ваше время спасибо вам большое украина обязательно победит мы в этом уверены берегите себя и ваших близких всем кто в украине мы желаем дмитрий дума присоединиться тихой скучной ночи дорогие друзья и я прошу вас подпишитесь пожалуйста на лучший телеграм-канал украины дмитрий гордон самый быстро растущий канал самый оперативный который дает моментальные быстрые новости самые быстрые новости о том что происходит в украине и мире я работаю над этим каналом лично и я всех вас жду среди подписчиков дмитрий мне было бы стыдно если бы мы забыли про qr-код еще раз напомнить нашим зрителям да друзья вы знаете что у меня программа с генеральным штабом вооруженных сил украины по дронам 160 дронов уже передано на фронт в рамках этой программы кто сколько может пожалуйста поднесите мобильный телефон свою камеру к qr-коду и перечислите кто сколько может на дроны мавики разведывательные дроны для наших хлопцев ну и в финале до в католический мир до всех католиков поздравляем с пасхой с воскресением крестовым сегодня отмечают они 31 марта друзья до встречи берегите себя украина обязательно победит до паба украине первым слава